Привет, привет, привет. У меня к тебе большая просьба. Вот в прошлый раз мы делали с тобой совместное видео, и ты там рассказывал про циркуль, что с помощью циркуля можно всегда как-то распределить в своей голове, как в графике, любые понятия. Насколько я тогда тебя понял? Ну, не совсем я тебя понял. И там были комменты, что ты имеешь в виду, потому что ты утверждал, что циркуль – это прекрасный инструмент для понимания себя и чтобы люди тебя понимали. Ну, можно, допустим, метод ключа расположить на ватмане в виде графика с помощью циркуля, а я так и не понял. Ты можешь объяснить, что это значит? Ну, так сразу эта задача очень сложная, потому что, Касай Магомедович, вот мы с вами переписывались, и мне очень важно, что все-таки вы, как человек авторитетный, общается с человеком, которого первый раз увидел, там, или прочее. И мне, как бы, очень ценные эти минуты, и в том виде получилось так, что я эмоционально все вот это, как бы, выложил. И интересно, знаете, эти комментарии, там же многие люди поняли, о чем я говорю. То есть, потому что, знаете, как происходит это? Ну, вот если я математик, да, и вы математик, то там есть терминология, да, определенная, как говорится, которая уже людям понятна, и они, как бы, как на жаргоне объясняются. Понимаете, да? А я-то не математик. Вот-вот-вот-вот. Вы, как бы, принадлежите же к психологии, допустим. А если взять психологию, там же начиналась-то она психология откуда, там, отцы-то психологии, там, Фрейд, да, Зигмунд Фрейд, там, кто еще, вот этот, Юнг, да. И вот эти два товарища, как бы, и вся психология, так сказать, а там школ-то много. А я еще начал, там, исследовать, там, других психологов, там, сонди, там, допустим, да, есть такой тест сонди там. И это вообще прикольно. И там, смотрите, эти школ много. И там взгляды, как бы, да, на эти вопросы, там же психология якобы изучает человека. Слушай, позволь, я тебе скажу одну вещь. Да. Психология психологии, но вопрос заключается в том, что если нет общего языка, определения понятий, о чем мы говорим и кто как понимает какое слово, то люди говорят на разных языках. Даже слово мир, слово лес, слово огонь, у каждого человека свои ассоциации. Надо, когда мы разговариваем, ну, как в научных статьях, пишется определение понятий, и потом люди, когда читают статью научную, они понимают, смысл вырисовывается. Сначала надо определить язык, на котором мы разговариваем. Если я не математик, у нас разные языки. Значит, ты должен постараться, чтобы донести до меня, не математика, вот ту мысль, которую ты хочешь сказать. И поэтому главная психология человеческого общения заключается в том, что люди, говоря друг с другом, невольно говорят сами собой. Каждому кажется, что тот понимает так, как он, всё испытал в жизни, как он, всё перечувствовал, как он, и думает, как он, а он – не он, не ты. И поэтому каждый говорит сам собой, и поэтому получается ошибка общения. То есть они не понимают друг друга, даже они могут и говорить «да-да, понимаю», потому что неудобно сказать «не понимаю», раз человек с ними разговаривает. Кивают головой, а может и коммент пишут, как вы замечательно сказали, из вежливости. Культура же тоже есть. Как отличить? Ну, по-моему, проще всего попытаться говорить понятнее, потому что я вот читал Курта Ванегута, там было написано «Тот не учёный, который на двух пальцах не может объяснить даже ребёнку, чем он занимается». То есть настолько человек хорошо понимает, чем он занимается, что может найти слова, с помощью которых объяснить даже ребёнку. Ну, вот поэтому ты, как занимаешься математикой, мне не математику, как ребёнку на двух пальцах объясни, что значит с помощью циркуля я могу метод-ключ разложить как понятие, как график. Как? Это очень было бы здорово. Ну, да, это очень здорово. Потому что, знаете, я вот подошёл к этому пониманию, и мне так вот хочется поделиться. Но я понимаю, что вот это сейчас выложить через слова, описать, потому что мы сейчас и говорим о том, что людям непонятно. Или понятно то, что им понятно, так сказать, да? Или кажется, что непонятно, да. Да, это так. А потом проверишь, допустим, как ты понял, вот как учитель провёл занятие, ученикам сказал, всё поняли? Да, всё поняли. Ну-ка, Петров, расскажи, как ты понял. И вдруг он рассказывает всё наоборот. Ну, просто. Да, 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 да. Но здесь вот, видите, как бы, знаете, вся сложность, вся сложность в том, что вы когда сказали, что да, человек разговаривает сам с собой, потому что когда, получается, мы, я, допустим, сейчас произношу слово, у вас начинает мышление работать. Ассоциативный ряд, да, да. Да, ассоциативный ряд вытаскивается, у вас как бы начинается мышление. То есть я словом, да, запускаю ваше мышление. То есть я знаю, что слово – это команда, которая запускает ваше мышление. Да, ты запустил, я вот жду, когда ты объяснишь. Да, 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 да. Так вот, так, во-первых, надо посмотреть на себя, на себя, как на некое устройство. Я же в том видео начинал говорить о уме. Ум – это угол мысли. Так. Вот вы сказали луч, да? Вот луч, да, как человек представляет луч? Вот у фонарика луч, да? Вот представьте, что ум у человека, то есть в виде внимания, как вот фонарик. Ты сказал, он сфокусирован. Он может быть, да. Он сфокусирован. Да, да, да. А надо разум, то есть расширить ум. Да, наше внимание может быть сконцентрировано. А может быть расфокусировано. А может быть расфокусировано. Вот, то есть это свойство человека. Да. Вот человек должен посмотреть на себя, вот сейчас вот он слушает, и должен осознать, что этот механизм в человеке есть. Угол, ум, угол мысли. И он работает таким образом. Он концентрируется, смотрит на что-то. Да, ничего не замечает. Потому что, если ничего не замечает, он увлечен. От этого эмоционально, в первую очередь, посмотреть рассеянным взглядом, задуматься, прислушаться, постараться понять и войти в диалог. Но. Потому что бывает так, что когда человек слушает другого человека, вдруг у него включаются, он еще не дослушал до конца, как я сейчас. Да, да, да. У него включаются вместо желания понять, сразу инстинкты самоутверждения. Да что-то он там говорит. Да это я лучше знаю. Рефлексы самоутверждения. И они мешают понять. Да, да, да. Поэтому, если я как устройство знаю, что у меня такие рефлексы есть, я их убираю. Я угол зрения расширяю. То есть циркуль вот этот, как ты говоришь. Ну, пока циркуль не трогаем, пока циркуль, чтобы он не отвлекал внимание, это слово, понимаете, да? Ну да, но ты затеял эту тему циркуля, поэтому я уже привязан к этому. Ну хорошо, хорошо. Да, да, да. Я просто... Давай уберем, чтобы я там был заказ. Это же психология, да. Да, да, да. Потому что циркуль ассоциации, вы сами сказали, она будет мешать просто. Да, это все равно, как статья называется, циркуль, а там про лес или луч. Ну да, да. Ну понятно, что да, в названии уже, так сказать, по названию мы уже определяем о чем, как бы и отбрасываем, допустим, текст, который нам в названии, через название предлагает. То есть, да, нас цепляет или... Вот. Так вот, вы как... Я сказал об уме, внимании, концентрации, концентрации, а вы тут же перешли на некое рассредоточение, как бы расслабление. Так вот, по поводу того, что человек слушает, то есть удерживает внимание до конца, слушает или не до конца, что происходит? Когда начинаются идти слова, цепочки лингвистические, ну, слова, они же, как бы, произносятся одно, другое, другое, как бы, возбуждают вот эти вот в человеке некие образы, как бы, и человек видит, у него картинки возникают. То есть движуха в голове, ну, в голове условно, может быть, и не в голове. Так вот, что происходит? Это как испорченный телефон. В такси, вот я работаю, это постоянно. То есть, когда произносит слово в парус, ну, то есть предложение, человек уже домыслил и знает, о чем будет, он уже домыслил, он уже не слушает дальше. А бывает, что главная информация, как бы полная информация, она связана в предложение, а человек не дослушал и уже, так сказать, начал действовать. Вот в этом-то и является, вот, механизм, как бы, на первом этапе, механизм неправильного взаимодействия между людьми. Умеющий слышать, услышит. Ну, да, если у него есть желание, если у него есть мотив, услышать и понять, и хотеть разобраться. Да, 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 то есть желание, интерес. А если у человека нет этого? А если у тебя пассажир в такси сидит, думает там о девушках, куда он спешит, а ты ему про философию, конечно, он не будет тебя слушать. Значит, что ты должен сделать? Касаем Магомедович, я как делаю? Вот всегда люди взаимодействуют, а вот в тему можно в любую зайти, в его тему, что его интересно. А потом перехожу, а вы как видите, как воспринимаете? И перехожу на человеческую природу, то есть рассказываю, что у человека есть ум, разум. И кого-то цепляет, кого-то нет. То есть потом человек говорит, благодарит меня, вы мне открыли определенные вещи. Даже была такая вещь, как бы, ну, давно уже было. Женщину подвожу и рассказываю. У нее жизнь, ну, так вот, о жизни начали говорить. Я начал там советовать из того, что я понимаю, что нужно делать. Она подъезжает и говорит, слушайте, а я к психологу ехал, мне уже как бы все понятно стало. Я говорю, нет-нет-нет, вы к психологу сходите, он вам тоже, вы расскажете, он послушает. Я сказала, что ей психолог не нужен теперь. Да-да-да-да-да. Что она имела в виду? Может, она подела, что теперь вот с этими психологами лучше не встречаться? Нет-нет-нет-нет. Я шучу, я шучу, я шучу. А я говорю, нет, пойдите, ваша задача меня послушать, его послушать и сделать для себя некий, как бы, соединить и сделать для себя выводы и, ну, понятно, да? То есть там же общее будет что-то, у него общее, у меня общее, и вы, и вы, то есть подтверждение будет для вас, что делать правильно. То есть как бы есть некие константы, там, ну, люди как бы осознают вещи, там, допустим. Вот, ну ладно, возвращаемся, ну вот, возвращаемся к человеческой природе. Циркуль не будем трогать, да? Циркуль пока не трогаем. Циркуль не трогаем. Это, циркуль, это далеко, просто надо постепенно, потому что у людей должно постепенно, как бы, да, они обратить внимание сначала на себя должны. Для чего? Понять, что они как-то устроены, какие-то части есть, да, и чтобы они могли ими, на них обратить внимание, и тогда могли управлять и контролировать. Ну, вот, к примеру, вот я, ну, как обычно людям говорю, да, люди каждый день размышляют, каждый день говорят, каждый день шевелятся. Для них это естественно, как солнышко светит, как день сменяет ночь. Поэтому они на это не обращают внимания, а раз не обращают внимания, этим не управляют и не контролируют. Они такие, какие есть в данный момент, как их сформировала среда, как их сформировали вот эти все механизмы взаимодействия с людьми, там, семья, работа и прочее, прочее, прочее. И это называется жизнь, в многообразии ее, так сказать, проявления. И вот люди, вот, допустим, я вот просто пример тоже привожу библейский мотив. Страдание, покаяние и смирение. Вот эта цепочка. Как человек в ней, по жизни встраивается в эту цепочку? Почему он страдает? Он не знает, как он устроен. Ну, вот, допустим, ну, логика, просто логику включаем. Вот я езжу на автомобиле, меня учили управлять автомобилем, но меня никогда не учили управлять собой. То есть, мне не объясняли, как я устроен. Я все это к этому пришел через поиск, собственный поиск. Перелопатив разные источники, вот разные, и квантовая механика, там, и прочее, и психология, и психиатрия в какой-то степени. Но все это было по вершкам, не углублялся, потому что, если ты углубляешься дальше, там термины более профессиональные, более, так сказать, которые в тебе вот это выстраивают представление. И ты от этого начинаешь потом зависеть. У тебя вот ум, да, ограничивается вот этими, так сказать, терминами. И это плохо. Почему плохо? Ну, это зависит от того, хочет он стать специалистом, глубже понять или это же от его цели, это даже зависит. Ну, да, я же говорю, можно же пойти в концентрацию, а можно рассредоточить, как вот это все. То есть, мы же смотрим или прямо, или можем одновременно смотреть и боковым зрением, к примеру, и контролировать большее явление, так сказать. Вот. Но это наша способность ума. Ум нам нужен для этого, чтобы левое правое полушарие, вот это вот, ум уже мерцает, там зарядик бегает, мерцание вот это вот. И он как бы обрабатывает, дает вот, ну, вот это зерно истины. То есть, среднеарикметическое, са, сакральное, вот этот третий глаз мы в себе внутреннюю картинку выстраиваем или как философский камень. Ну, я уже беру-то, знаете, из разных. Но это как бы, понимаете, да? Как бы, как принципиально, ну, не принципиальная схема, а пока как некое устройство. Это же мое представление. Оно сложилось из этого. И люди могут как бы свои представления накладывать на, ну, они же внутри как-то формируются. А как это соединяется же? Вот, я просто пока модельками, да, говорю. Так вот, если мы, то есть, обратим на себя, как нам существо мыслящее, и нам надо понимать, как у нас мысли, да, формируются, мысли формируются. А они формируются следующим образом. Когда мы смотрим на объект и не знаем, как его назвать, то нам кто-то его поясняет, как называется. То есть, и так мы как бы, некая картинка, которая у нас отображается, как ассоциация, она отображается еще как в названии слова. Слово это тоже картинка, если так вот брать. Просто тоже картинка. И вот эти две картинки, как бы, когда мы видим картинку, как знак, да, она возбуждает ассоциацию образа, вытаскивает. То есть, картинка это команда. То есть, реклама, допустим, щиты, вот это все. Это вот как бы раздражители для нашей, как бы, ну, восприятия. И она как бы возбуждает. Мы раз увидели, о, вот это у нас начинает. То есть, вот этот вот генератор работает у нас. То есть, пока мы на себя не посмотрим, как мы устроены, не будем на себя обращать внимание, вот и на этот механизм, на себя, на мышление, тогда мы все остальное не поймем. Не поймем финансы, политику, психологию, психиатрию, философию, квантовую механику и прочее. Потому что человек, обращая внимание, он это, так сказать, внимает и вкладывает в себя. Ну, это правильно. Это еще давно было, тысячу лет назад, написано где-то там на стене «Познай себя». Да, это давно все. Я где-то прочитал, где-то прочитал такую вещь, что мы изучаем все вокруг себя, но себя не изучаем по причине того, что это отдали, эту прерогативу отдали религии. А религия говорит «Верь, не надо знания, это яблоко с дерева познания». Понимаете, в чем прикол-то? И типа, и это ограничивается чем? Что все знать невозможно. И вот, и люди, многие так утверждают. Я вот с грамотными людьми разговариваю, там, ну, тоже как бы интересующимся, они говорят «Ну, все уже известно». Я говорю, нифига себе. Вот для меня, вот я в 38 лет, Хасай Магомендович, прочитал первую книжку на пути познания «Техника быстрого чтения». Когда я прочитал, это автор Андреев, может быть, вы его знаете. Я знаю, да. Вот, и когда я прочитал, я понял, что я устройство, преобразующее знаки в образы. Ну, то есть, я устройство. Я думаю, нифига себе, я себе ничего не знаю. А у него была серия книг «Развитие памяти, развитие сознания». Вот я когда прочитал те книжки, для меня это вообще было «Темный лес». Я думаю, нифига себе, имея высшее образование, имея, ну, решая вот уже социальную программу, выполнившую там дом, там, дерево, так сказать, ребенок, я узнаю, что я лох. Да, мне это странно весьма, потому что я с 10 класса уже читал «Психологию». Поэтому мне странно. Хосай Маганес, вот смотрите, каждый человек уникален. И вот когда я смотрю, вот на молодежь смотрю сейчас, у меня уже вот это вот начинает понимание. Я смотрю на человека и вижу уже по его словам. Я понимаю, что он в себя уже вложил. Как он осмысливает процессы, как он реагирует на них, какой делает вывод. Я думаю, вот они все разные. Но благодаря тому, да, ну, блин, я понимаю, что то, что вот, ну, вот вы начали там интересоваться, понятно. То есть это вас как бы, как некая, ну, характерные черты, да, допустим. Да, 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 это чисто я, вот мой товарищ школьный не интересовался этим. Да, 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 да. А другой интересовался, да. И получается, вот человек, да, приходит в этот мир и в какой-то момент, когда-то начинается учиться никогда не поздно. И в 80 лет, и в 70 лет. Почему? Потому что когда-то это включается, и это интерес, это кайф, потому что вспышка озарения – это кайф. Это реально кайф. Конечно, конечно, да. У людей есть некая интуиция, и без этих знаний они могут чувствовать, как устроена природа. Потому что есть очень люди малограмотные, которые не читали ни логику, ни психологию, никакие такие учения. Но они так хорошо разбираются в жизни. Они такие… Есть такое понятие бытовая психология или характерология, а есть понятие экспериментальная психология, есть понятие философская психология. Вот они бытовые психологи. Они так и в людях разбираются, и не знают никакой грамоты по психологии. Интуиция им подсказывает. Вообще, вот, как ты сказал, третий глаз, вот этот, который символически отождествляет синергетическое взаимодействие половин мозга, коры головного мозга и так далее, позволяет как генератор перемалывать информацию, впечатление и находить решение какое-то, интуиция. И Эйнштейн, по-моему, говорил об этом, что основой нашего понимания вещей является наша интуиция и воображение. По-моему, так где-то, надо найти его эту цитату, он очень много мудрых слов сказал, Эйнштейн, хотя психологией специально не занимался. И пророки все были выдающиеся психологи. Именно они говорили о человечности, именно они говорили о том, что, ну, как Христос сказал, в своем глазу бревна не увидать, а в чужом глазу пылинку видишь. Или там, ну, очень много у них таких высказываний, у этих пророков. Я так понял, что пророки – это не люди, которые предсказывают даты какие-то и числа событий, а которые говорят о природе человеческой души, о человеческой психологии. Да, но, к сожалению, видишь, их слова по-разному толкуют, потому что не было еще четких определений. Четких определений, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое сотрудничество, что такое взаимопонимание, созидание. Не было четких. Вот сейчас мы с тобой постепенно развиваем науку человечности, пытаемся объяснить, что такое понимать друг друга. Это значит что? Это значит выработать общий язык, какое-то понятие. И поэтому наука человечества у нас начинается с того, что надо определить вот эти главные ключевые понятия – любовь, сопереживание, чувство бесценности живого. Что их определить надо, как науку, как науку. И чтобы она была доступна для любого человека, чтобы был единый общий международный язык взаимопонимания. Как ты сказал, вот в религиях это, но религии не спасли от пандемии. Потом им тысячи лет, а сегодня век современный. Нужен новый язык. Ну, когда мы говорим язык, это который у нас во рту, или язык, который, как говорится, мы как бы записываем. Язык взаимопонимания. Ну, вот как бы и здесь надо уже умом различать, как бы, и о чём мы говорим. Да, но базовые понятия, базовые понятия в любом языке – это общечеловеческие ценности. Вот видите, общечеловеческие ценности, как бы надо понимать, что такое, что общечеловеческое. Ну, ладно, представим, что мы живем на земле. Независимо от национальности, там, и цвета кожи. Общечеловеческие ценности – это как раз-таки сопереживание, любовь, созидание, самосовершенствование, самопознание, саморазвитие. Это общечеловеческие ценности. Вот их надо определить. И тогда, когда мы будем разговаривать, люди друг друга будут понимать. Вот сейчас что происходит, например? Вот молодёжь. Вот раньше, я помню, я мог и в троллейбусе, или в автобусе с кондуктором заговорить. И мы говорили на понятном языке более-менее. Почему? Потому что мы все читали одни и те же книжки. И мы знали и Пушкина, и Чехова, и мы знали и Толстого. Ну, мы как-то все вокруг чего-то были, одного языка какого-то общего. А сейчас же интернет. Сейчас же многие даже и не знают, кто такой Пушкин. И как с ним найти общий язык, если ты говоришь стихотворение Пушкина, ждёшь от него эмоции, что он понял, что ты ему хотел сказать, а он, оказывается, и не знает, что это такое. Ну, то есть сейчас вообще нет общего мирового языка никакого. Поэтому, я думаю, база должна быть. Если нет какого-то общемирового языка по каким-то вот таким общечеловеческим предметам, то общечеловеческие ценности должны быть базой. Это и будет наука человечесности общей для всех язык. Ну, да. Но, смотрите, есть общечеловеческие ценности, я согласен. Как бы к ним надо прийти. Да, нужно сформировать у каждого человека представление, что это слово значит. Надо определить понятие. Определить, как науке определять понятие. Любовь или, допустим, сопереживание, что это. И определить вот пять-шесть строчек текста. Это, вот это. Чтобы не было иных толкований. Как в науке понятия определяют. Вот так ряд общечеловеческих ценностей в одну строчку положить. Выделить их из всех религий, из всех философских течений, из этики, морали, нравственности. Выделить, в одну строчку положить и каждое из этих понятий определить. А вот это выделение совместное и вот это совместное определение, это и будет совместное создание науки человечества. Сам по себе будет генератор развития, востребованности в человеке и человечности. Новый тренд. Но я согласен. Но смотрите, это при условии, что люди будут понимать, как они устроены и как у них формируется все это. То есть они должны... Когда они будут определять, что такое любовь и что такое сопереживание, так они себя и познают в этот момент. Это же без того, чтобы понимать, что это такое, он же определить не может. Он вынужден начать самопознание. Не, ну я, допустим, соглашусь с тем, что, да, допустим, люди... Ну, вот пример приведу, вот, да, ценности, когда вы говорите ценности, да, какие-то ценности. Я пример приведу просто по поводу ценностей. То есть как человек, ну, придерживается, не придерживается каких-то ценностей, да. То есть, допустим, уважение кому-то, да. Пример уважения к родителям, да. Ну, это культура, да, традиции. Ну, это же как бы ценность, да. Вот смотрите, вот пример с ребенком, который в соседнем подъезде, ну, он вундеркин. Он знает, как бы его родители вводят в разные места. Но когда, пример такой, что когда мама идет с пакетами, и надо дверь подержать, и ему делают замечание, типа, маме, помоги, он говорит, пусть она сама, вот так отвечает, пусть она сама. И у меня включается понимание, что ему на каком-то этапе не прочитали книжку, что такое хорошо, что такое плохо. Да, общечеловеческую науку человечности, да. Получается, человек на определенном этапе, ему нужно как бы вводить некую программу. Правильно, наука человечности должна стать доступной для каждого. И для таксиста, и для штангиста, и для министра, для всех, и для школьника. Наука, она всегда свободна от всякой принадлежности, от всякой религии, от всякой национальности, от всякой географии. Она свободна, это наука. Поэтому этот парень, если бы в школе читал науку человечности, как азбуку саморегуляции, которой тоже надо, чтобы была в школе, чтобы был урок саморегуляции, самосовершенствования, которого до сих пор нету, никогда не было, хотя везде говорят, надо познать себя. Да, стоп суфизма. Аль Газали сказал, познание Бога начинается с познания себя. Ну, то есть все согласны с этим. Вот это и есть тоже общечеловеческая ценность. Познай себя. Вот ее тоже. А что это такое, познание себя? Определить. Вот это будет вот такой учебник в школе. Общий для всех. Все будут понимать, что такое человечность. И он тогда не скажет, пусть она сама пакет свой тащит. Ну, я согласен, Хосай Магомедович. Но нам сначала как бы надо разобраться. Тут же люди-то творческие, ищущие, так сказать. Надо разобраться, как слово возбуждает нашу обмотку. Вот эти ассоциативные... Когда оно совпадает с его болевой точкой, Когда оно ему интересно, и ему сулит ожидание решения своего вопроса. Да, да, да. То есть у него появляется образ будущего. Когда это слово рождает у него возможность перспективы. Да, что он не будет стоять, как стоит, и не будет назад, а будет вперед туда, куда он хочет. То есть мотив, когда он у него появится, и он включается. Хорошо, Хосай Магомедович. Давайте вот у меня два, так сказать, слова. Образ будущий раз, как говорится, и я вернусь, как бы вернусь к понятиям. То есть сформировать некие понятия. Смотрите, если мы формируем определенные понятия, То мы сразу же ограничиваем себя. Знаете почему? У меня был уже пример контакта с людьми, Которые говорят, давайте определимся с понятиями. И все понятия он вывел, все понятия вывел у себя там на странице, Ну, на интернет-ресурсах эти понятия вывел. И получается, что я когда зашел туда, вот, Я говорю, так неинтересно, когда вот мы должны как бы по одним понятиям, так сказать, ориентироваться. Это же нас ограничивает в дальнейшем развитии. Не понимаю. Не понимаете, да? Не, я говорю о общечеловеческих ценностях, понятия определить. Ну, это же... Которые всех касаются, всех и каждого, на всей земле, на всем земном шаре. А ты говоришь о каких понятиях? Хорошо, ладно, возвращаясь тогда. Ну, там понятия тоже, как бы, там, будем говорить. Ну, не важно, какие. Я просто говорю принцип, что если мы ограничим понятиями что-то... Смотрите, суть-то в чем? Вот смотрите, Хосе Магомедович. Вот слово, да? Что значит ограничим? Ну, кто тебя заставляет ограничиваться? Ну, если, допустим, произойдет жизненная ситуация какая-то... И вот знаете, как происходит? Вот почему законы, да? Пишут законы, ограничивая, как бы, наше, так сказать, поведение. А потом поведение, как жизнь, требует дополнительных законов. И мы, как бы, эта схема разрастает. Есть базовые понятия, которые никогда не меняются. А есть понятия, которые рождаются в соответствии тактические. А это стратегические, базовые, которые тысячи, тысячи лет сохранили человечество. Это базовые, проверенные, отфильтрованные, это базовые. А все остальные понятия, это понятия уже динамики, это понятия развития и понятия изменения ситуации. Конечно, они будут все время меняться, а как же? Ну, хорошо, хорошо. Я соглашусь с тем, что нужны базовые понятия. А кто эти базовые понятия, то есть, определит? То есть, ну, определение там... Вот я уже главное сделал. Я поставил задачу. Я сказал, давайте создадим науку человечности. Потому что эта человечность, эта нравственность, эта духовность, эта потребность в духовном развитии, она давно уже констатирована. Но нигде, как задача, чтобы мы совместно создавали определение понятий науки человечности, не было. Я эту задачу поставил. И сказал, наука состоит из определения понятий, в первую очередь, общечеловеческих. И выделил из всех религий, из всех книг Толстого, Пушкина и так далее, вот эти понятия выделил и в одну строчку расположил. Я уже их называл и часто повторяю. Любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, созидание. Ну, вот сейчас вот начнут определять понятия. И у меня уже там участники нашей школы, которые из многих разных стран мира, уже написала участница. Эмпатия. Что такое любовь, что такое сопереживание. Эмпатия. Я сказал, смотрите в Википедии, смотрите сами, думайте, сами формулируйте. Уже там такие определения есть, шикарные. И вот сейчас новая книга, которая у меня сейчас уже верстается, которая выйдет вслед за той, которая месяца полтора назад вышла. Там уже эти авторы этих определений уже есть. И ты, пожалуйста, напиши своё определение, какого-то из этих понятий и с твоим именем, фамилией там будет в этой книге стоять. Например, выбери оттуда любое понятие, начиная от любовь, сопереживания, чувства бесценности живого. Я повторяю почему, чтобы все оценили в одной строчке. Это общечеловеческие понятия уже определены, но не раскрыты как понятия, не определены, они названы. Но уже сделано многое сделанное. Уже строчка эта появилась, которая из всех разных источников проанализирована и поставлена. А мы совместно. И вот ты, пожалуйста, выбирай любое из этих слов. Например, сопереживание, или чувство чужой боли, или созидание, или диалог. Ну, какое любое. Сам напиши любое слово и определяй это как понятие. Слово, которое для всех волнительно, для всех и каждого. И попадешь в книжку, только быстрее три недели осталось мне ее дособрать книгу и отдать рукопись в издательство. Вот с чего ты начал хорошо. Ты вот начал с того, что человек должен знать, как он устроен. Это же к чему относится? Это относится к самопознанию, к самосовершенствованию. Можешь это определить? Посмотри, где, в каких источниках. Что это обозначает? Сам подумай, что это обозначает. И сформулирует. Ну, выбери любое слово из общечественных ценностей и доопределяй. И будешь тогда, это будет книга века, а ты будешь не только таксист, а таксист, который сказал такое понятие. Если будут говорить, это вот сказал. Ну, смотрите, Красавя Магалянович, вот есть слово, как бы, какое-то слово. И вот, другие слова, как бы описывают это слово. Вот, смотрите, другие слова описывают это слово. А если мы будем брать отдельно те слова, которые описывают это слово, нам надо тоже вот эти слова... Это все правильно, это все правильно, но истина в контексте. Поэтому, когда Христа спросили, а кто ближний? Когда Он сказал, люби ближнего, а Его спросили, а кто ближний? он, чтобы объяснить, кто ближний, то есть определить понятие, привёл притчу. То есть раньше как было? Он определил притчу, что шёл по Самаре человек, или там кто-то, что его побили, или наоборот, там самаритянин его омыл, спас, накормил и отправил. Кто говорит? Ну, самаритянин ближний. А, ну тогда всё понятно. Ближний – это всякий, независимо от того, какой он религии, национальности, где он живёт. Он привёл притчу. Христос. Он определил это понятие притчи. Сегодня в современном веке можно уже не притчами определять, а просто определёнными уже установленными, например, в Википедии. Там очень много анализируется. Ты берёшь любое слово, например, кувшин, пишешь в поисковой строчке – Википедия, кувшин. Бах там открывается, кувшин когда создан, когда создан. Ну, короче говоря, есть уже какие-то общепринятые, близко подходящие, которые можно брать оттуда и использовать в этом ряду. То есть ты используешь уже определённые понятия в новом назначении для создания науки человечности. Тоже слово «любовь». Открываешь, о, сколько написано, от Пушкина до Гамлета, там, до Шекспира. Берёшь там удачную фразу какую-то. Например, Гамлет, там, у Шекспира говорит «любовь», там, или он что-то говорил. «Это быть или не быть», или ещё что-то такое он говорил там. Если оно объясняет, что людям всем понятно, что это, мы пишем «любовь» и «это», и определяем это понятие. Это серьёзный разговор и серьёзная работа, потому что оно спасёт нас от всех пандемий, от всех угроз и всех рисков в жизни, от всяких сложных неопределённостей наукой человечности. Потому что оно и спасало всегда людей, и на войне, и во время больших конфликтов, и трагедиях, и экологических катастрофах. Именно рука друга, плечо товарища, дружба, любовь, оно же спасало. Это общечайство, и надо определить как науку. Ну, да, вот смотрите, для меня слово «наука», да, я его перевожу следующим образом. «Неведомый А квантового уровня». Что за квантовый, мне непонятно. Сейчас один квантовый, засорили весь интернет, потому что слово «квант», оно из физики. И поэтому всякое непонятное в психологии, например, слово «квант» употребляет, чтобы придать научный вид. Эзотерики всякие. На данном этапе я с вами соглашусь. Что людям непонятно, что такое квант. Да, учёным тоже непонятно, что такое квант, на самом деле. Ну, волна и частицы одновременно. Ну, просто, да, просто перенос этого слова. Тогда перевожу, описываю для себя. Вот смотрите, живёт человек в определённый какой-то исторический период. Занимается какой-то жизнедеятельностью. В процессе жизнедеятельности обратил внимание на что-то, чем он занимается. Он обратил внимание, что есть повторяемость и цикличность. Этому он дал терминологию классификацию. Вот появилась одна из наук. Правильно, он увидел закономерность, да. Да, увидел закономерность. Наука изучает как раз явление закономерности. Закономерности. Да, 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 да. Потом наука говорит о повторяемости события. Наука – повторимость. Вот если искусство – это не повторимость, а наука – это повторимость. То есть одно и то же явление, закономерность или свойство, оно обнаруживается в подобных условиях. То есть если где-то это происходит, создать подобные условия, то здесь тоже должно произойти. Это критерий науки. Ну, главный критерий – это, конечно, определение понятий, на каком языке мы говорим, о каком предмете. Да, и поэтому получается, что жизнь, в которой мы находимся – это объем. А представления, разные представления в слове «наука», да, что я вложил людей – это некие плоскости этого объема. Вот и все. И когда человек… Плоскости, не важно, как расположены, они могут там, вот, как в неких фигурах и прочее, то есть геометрии. И то есть вот здесь вот как бы стык наук через пушку озарения соединяется. Ну, когда он знает, что такое наука, если это понятие определено, оно определено. Если он не знает, в Википедию открывает поиск «наука», и сразу раз – идет определение. А, вот оно что. И когда мы оба знаем, что такое наука, нам легко об этом думать. Да вот смотрите, смотрите. Вы-то хотите так просто, так просто не бывает. Вот так просто не бывает. Да, конечно, так просто не бывает. Поэтому мы с тобой говорим сейчас общими мазками. Я перевожу на человеческую природу, как на некое устройство. То есть опять обращаем на нас. То есть вот что мы получаем, когда смотрим, да? Получаем сигналы электромагнитные излучения, правильно? Ну, все согласятся, что вот через уши, через глаза там, оптические… Ну, да, да, ну, и сигналы, да. Они, допустим, соединяются в некой центральной точке. А точка понятия – это абстрактный объект с определенной системой координат. Там они соединяются, предположим. И там происходит некое взаимодействие. Слушай, Павлов сказал, есть вторая сигнальная система. Вот это одно дело, одно дело органы чувства, о которых ты говоришь. И вот идут вибрации частотные с различными частотами. И, например, частоты в микронном диапазоне – это запах. Частота в другом диапазоне – это цвет. Частота в третьем диапазоне – это другое ощущение какое-то. Это органы чувства, каждый на своей волне работает. А есть вот это вот. Я согласен. Вторая сигнальная. Это она не зависит от физики. Вторая сигнальная система – это смысловая часть, это слова. Слова тоже вызывают такие же реакции, как вызывают тот объект, который они отражают. Если сказать «горячий утюг», словом, этот образ может в определенных условиях у человека вызвать реакцию, реагировать, тепло и даже ожог. Вот это я знаю. Это вторая сигнальная система. Она, кроме как физические воздействия, тоже существует. Поэтому мы сейчас будем говорить о второй сигнальной системе, о общем поле, которое сейчас тоже эзотерики, грех какой совершают, называют каким-то единым полем, смысловое поле. Это поле – слово многозначное. Здесь речь идет о второй сигнальной системе, где слова, культура, эстетика, нравственность, а не физические поля. Ну, смотрите, вы же сейчас оперируете данными, которые, так сказать, взяли когда-то из определенных, так сказать, источников, переосмыслили, как бы, и этими данными сейчас оперируете, правильно? Правильно. Если бы они не были определены в словах, я бы не мог их взять. Хорошо. А я теперь с геометрией буду, как бы, исходить. И с геометрией. Давай мы это сделаем в следующей записи. Хорошо. Потому что есть люди, которые устают, когда долгие записи снимают. Хорошо, я понял, хорошо. Я даже сейчас начну песню петь, они все равно устали. Ну, тогда закончим. Тогда закончим. Спасибо тебе, Олег. Спасибо. А, все, понял. До встречи, до встречи. Спасибо, до свидания. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok